74 уровень, тоже очень солидный результат, при условии, что еще две трети. Привет, Максим! Надо что-то думать с интернетом, все же. Привет, Евген! Это Т-42, американская СТ-шка, которая недавно продавалась. Есть коллаборация Wargaming и сериала Пацаны, кажется, в The Boys. Так сказать, самый пацанский танк. Более пацанского танка просто нет. Затащил стального. Это круто! Опять кто-то вот в этом кусту заныкался и ждет. Получается, вот практически любой танк, где-то тут есть какая-то ма-сенькая дырочка, и он тебя пересвечивает через этот куст. А благодаря тому, что ты светишься, тебя светят, стреляют отсюда, отсюда. И вообще все очень больно. Не знаю. То есть человек просто бесполезно практически стоит весь бой, лишь бы светить того, кто стоит под этим домом. Ну, не знаю. И если что, дать ему по спине при убегании, или, не знаю, там, еще что-нибудь. Он реально просто стоит весь бой. И уже не первый, не второй раз такая ситуация, что просто... Выжидает, и все. И нормально себя при этом чувствует. Ну-ка, точек, это тоже деньги. Базика 111-го можно попробовать подогреть. Ну ладно. Не будем. Не, ну у него и точность такая приятненькая. Не, ну хотя она у меня трофейка, и очень хороший экипаж. Это тоже сильно роляет на результаты по танку. Тут я спорить с этим не буду. Если еще зарядить сюда доп.пайок, если выгрузить ББшки и загрузить голду, это будет что-то очень лютое. Дикий пробой. Дикая скорость полета. Ну, реально приятный ДПМ. Есть углы. Какая-никакая броня башни. Ну, это прям что-то... Что-то лютое. Привет, Шура. Если зарядить голду, не будет страха попадания к десяткам и девяткам, на которых просто с пробоем будут проблемы. То есть так-то единственное, чего я боюсь к восьмеркам и девяткам, это что у меня пробоя не хватит на них. Почелся. Привет, Дарк. В каком плане? Но БК очень мягкая. Очень часто убивают у него БК. БК прям страдает у него часто. Мягенькая, мягенькая. Ну, совсем маленькое бронепробитие, даже танкует. Приятно. Когда ты что-то совсем небольшое, но можешь отбить. О, каноняшка убегает. Я бы даже сказал, драпает на полной скорости, не убегает. Эм, а, вот он. Ой-ой-ой-ой, это 28, кыш-каш-каш. Я аж испугался. Если уж по-интересски. 190 пробоя хватило в ней. Прикольно. Ну да, я что-то сомневаюсь, что мне хватает его в нижней. Это то ли под каток зашло, то ли куда. Все красным уже светится. Продлим каток. Нормально. Шесть сумарки. В нубках он, конечно, жесткий, жесткий. Что может быть причиной беды? Виснет YouTube, смотрю трансляцию или виснет запись, и оно просто зависает. Скорость интернета в порядке. Привет, Антон. Скорее всего, рикошет. Рикошет не является танковкой. Может, поэтому. Хотя... Почему он не считается танковкой? Вроде это эффективность брони. Но Е-25 мы точно танканули. Привет, привет. Странно, странно. Интересный вопрос, почему? Это как то, что фугасы в обнове, ну вот, в новых фугасах не пишутся фугасный урон, если это не было пробитие. Здесь такое. Привет, Петр. Иду в отпуск на две недели, дождался. Петр, поздравляю. И поздравляйте меня. Мастер оформлен. Довольно-таки быстро мы на него дошли. Двадцать шесть тысяч опыта, благодаря всяким Х-5. Настреляли четыре пятьсот. Тысяча почти четыреста пятьдесят пять чистого. Приятный бой, приятный танк. Хорошие углы. Но вот честно, боюсь попадания к десяткам. Вот реально боюсь попадания к десяткам. Огромное спасибо за просмотр. И до встречи на стриме. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова